Ну, такая щучка, ребят. Ну, нормальная, да. Где-то родной. Сумочку надо побольше. Да хватит побольше. Куда её? В остушке не помещается. Ну, выглядит он аппетитно. Выглядит, да. Ну, давай вот, смотри, вот эту штучку. Всем привет, друзья, с вами видеоблог Две Хаски. И сегодня у нас рыбалка. Присаживайтесь поудобнее, бутербродики, чаёчки, всё как вы любите. Кто там покрепче что-нибудь. Ночная рыбалка с Максимом Владимировичем. Завтра стартуем на водохранилище и будем ловить крупных жирных судаков. Наверное, это в наших планах, а там как пойдёт. Но перед этим делом надо поставить всё на зарядку. Очень много людей спрашивают, как у вас что там в этой лодке стоит, какие аккумуляторы используете. Сейчас максимально постараюсь вам всё рассказать по аккумуляторам. Погнали. Вот такая вот чёрная сумочка у нас тут. В ней у нас лежит удлинитель 1, зарядка 1, зарядка 2 и зарядка 3. У нас 3 аккумулятора в этой лодке стоит. Каждый по 100 ампер часов. Ну, наверное, скорее всего, в хайба у нас идёт не соточка, а там какой-то типа 9085, так как он самый недорогой был. Но, например, вот здесь стоит и вот здесь. Тут точно сотки. Итак, смотрите, у нас есть 3 зарядки. Вот это у нас идёт на 10 ампер в час. А вот это у нас тоже. Титановская идёт на 10 ампер в час. И вот это у нас тоже идёт на... Непонятно сколько. Не нарисовано. Да нет, тоже на 10 ампер в час, по-моему. Аккумуляторы у нас расположены вот тут вот хайба. Вон там у нас он стоит, прямо вон в том углу. Всё вот так, ребят, приходится раскрывать, чтобы всё это дело зарядить. Это вот так открывается. Вот эти зарядки, они, в принципе, подходят каждому аккумулятору, потому что все аккумуляторы лиферные, 12-ти вольтовые. И здесь всё это подходит. То есть, бывает аккумулятор 10 ампер, 20 ампер и 30 ампер в час. Что это такое? Грубо говоря, у нас вот 100 амперный аккумулятор, да? И его 10-ти амперная зарядка будет заряжать у нас 1 час 10 процентов, соответственно. Ну, 10 ампер за 1 час она заряжает. Соответственно, если у вас 20-ти амперная зарядка, то полностью 100-ти амперный аккумулятор вы зарядите за 5 часов. Если у вас 30-ти амперная, там 3,5, грубо говоря, часа, там 3 часа 10 минут, например. Вот, если у вас 10 амперная, то вот как у меня 10 часов, у вас будет заряжаться 3 аккумулятора на каждый. Если у вас всего одна зарядка на 3 аккумулятора, 30 часов, пожалуйста, заряжайте ваши аккумуляторы. Так, здесь у нас, смотрите, вот такой аккумулятор титанатовский стоит. Это у нас идет на подсветку в лодке, на помпу и на эхолот лорик, который вон там стоит. Это был наш первый аккумулятор, который мы поставили. И вот он тут всегда и стоит. К нему идет стационарная зарядка. То есть, у нас там, видите, на таком проводе. Она у нас не подключена. То есть, мы даже ей не пользуемся. То есть, тут, типа, мы думали, мы такие вилку подключили и все, и забыли. По сути, мы так не сделали. Вот у нас она валяется, ее можно просто смело открутить. У нас вот такой разъем. Просто подключила и заряжаешь. И вон тот интересный аккумулятор. Это у нас аккумулятор River Tech. Новинка прошлого сезона. Мы его поставили вот в момент, когда купили Panoptix. И он у нас идет на ротатор и идет на Panoptix. Соточки вот этой вот 100 Ач хватает на 3 дня с натяжкой. Ну, два с половиной железа на 3 дня с натяжкой. Хватает вот, чтобы у вас работал Garmin. Вон тот, да? И ротатор электрический. Вот на эту тему. Если говорить про аккумуляторы, пока это самый надежный аккумулятор, который у нас был. Никаких нареканий с ним не было. Вот за сезон ни разу не делал голову. Ну, то есть, ничего не было. То есть, бывало, что у нас, вот, например, даже Титанатовский мы отдавали по... Ну, обратно им отправляли. И они нам меняли розетки. То здесь... Без нареканий. Из интересного, здесь вот есть такая вот кнопка, которая полностью отключает и обесточивает аккумулятор. Есть аккумуляторы, которых этой кнопки нет. Он у вас всегда находится под напряжением. То так вы отключили, и он у вас вообще полностью обесточен. Это у нас за безопасность кнопочка отвечает. Также здесь идет современный кулометр ТК-15. Что говорит о точности заряда. Он прям показывает очень точно. Даже 1%, то он показывает. Вот, это было классно. То есть, осталось 1%, но при этом приборы у нас реально работали. По поводу вот этих вот разъемов мы рассказывали. Здесь USB 3.0 и Type-C разъем. То есть, быстрая зарядка. А здесь у нас то же самое. USB и Type-C. Если, например, его вытаскивать на зимнюю рыбалку. А на зимнюю рыбалку его можно вытаскивать, потому что он выдерживает нагрузки до минус 60 градусов. В принципе, друзья, если говорить о лиферных аккумуляторах, то у них какие плюсы? Тоннический вес не боится глубокого разряда и огромный цикл зарядов аккумулятора. По поводу Rivertech я также скажу, что у них идут новые ячейки. Это действительно не какая-то там, знаете, вот есть, собирает из старых бушных китайских ячеек. Это реально новье с завода идет. Ну, действительно, качество, ребят. Видите, да, как у нас расположены аккумуляторы? Там один, тут один и там один. Так почему получилось? Потому что сначала поставили один, потом поставили второй, потом поставили третий. В идеале, если вы собираетесь так же ловить, как и мы, там у вас будет куча оборудования, то лучше выделить какое-то одно место, желательно где-то по центру, то есть какое-то место для аккумуляторов, чтобы до них был доступ, чтобы там было сухо, и чтобы вы могли их полностью соединить в одну сеть и вывести всего одну розетку, например. У вас бы тогда вы просто подъехали, у вас одна вилочка, вы ее в удлинители воткнули, и у вас все заряжается без головной боли, как у меня. Мне сейчас надо будет каждый аккумулятор подключить, он находится в разных местах, а так как сейчас лодка у нас стоит, вот так стоит, придется мне еще тент накрыть, чтобы, не дай бог, дождь не залил, потому что 10 часов это все дело сейчас будет заряжаться. И так каждый раз. Спросите, почему не в гараже? В гараже у нас сейчас лежат зимние палатки, которые приехали на продажу, а их там очень много. Если кто не видел, зайдите в телегу, посмотрите, там прям полный гараж палаток. Так что, кстати, по палаткам тоже пишите. Сейчас все подключаю, показываю, как это будет, ну и все. Так, друзья, ну все, поставил все на зарядку. Получается, сюда еще один удлинитель на нос лодки принес ривертэч. Смотрите, вот на таких крокодильчиках оригинальную зарядку мы спалили, перепутали плюс-минус, такое бывает, да. И радует, что сгорела просто зарядка. Но при этом, как я сказал, подходит любая зарядка 12-вольтовая. Ну и здесь тоже все, в принципе, подключил вот в этот разъем. Здесь вот так вот, видите, в такой. То есть это, вот эта часть, она универсальная, то есть ее можно также, тут насадку подключить и к ривертэчу, и, мне кажется, и к хайбу можно воткнуть. И, в принципе, в таких вот разъем папа-мама все будет заряжаться. Смотрите, потребление каждого аккумулятора 14, ну там 14 ватт, грубо говоря, да, идет. Умножаем на 10 ампер, 140 ватт потребление одного аккумулятора. То есть 3 аккумулятора, это где-то там 140, 140, 280, ну, грубо говоря, там 600. 600. 600 ватт у вас уходит на зарядку. То есть, если у вас даже генератор киловаттный, то вам хватит, чтобы 10-ти амперными зарядочками зарядиться где-то там, не знаю, в Астрах. Если у вас 20-ти амперная зарядка, то в два раза больше. Тут надо генератор, ну, 2-х киловаттный. 2-х киловаттного точно за глаза хватит. Это прям вообще. Вот у нас, по-моему, сколько? 1,2, вот его хватает, еще на свет хватает, и на телефоны там подзарядить. Поэтому, в принципе, вот таким даже комплектом, с такими зарядками можно поехать какую-нибудь на неделю, на 10 дней дикарем, не на базу, и у вас все будет нормально, у вас все будет заряжено всегда, и вы всегда будете в комфорте. Вот, ладно, ребят, все это сейчас закрываю, чтобы дождь, не дай бог, не залил. И завтра уже с Максом стартуем, где-то с утра, а может чуть попозже поедем. Хотим чисто на ночную поехать? Ну, скорее всего, да, наверное, мы поедем чисто на ночную, поедем это в обед, не спеша. Вечером приедем, полоем ночь и уедем. То есть такая рыбалочка чисто ночная будет. Все, погнали! Отсыпи еще. Сейчас, сейчас, уже. Отсыпи, я уберу пока там. Смаги берешь, нет? Нет. Да нам хватит. Так, друзья, мы в лодке. У нас уже темнеет. Макс за рулем. Вот он. За штурвалом. Ой, простите, за штурвалом. Все четенько у нас. Люди купаются. Едем, едем, ребятушки, ловить. Ловить. Судачок стоит. Приманка максовская. Вот он внизу. Даже дернулся как-то. Что там застает? Да, да. На. Это свечи там. Есть, да? Тихо. Ух-тихо. Щука наверно, да? Ну что-то мелкая Ну как мелкая? Щука, да Прям мелкая Нормальная щука Ну она шла так прям, ну двушку наиболее Даже побольше Хорошая щука Так, у нас тут чай и кофе Потанцуем Что-то мелкая Трешка Ну что-то да Ну а нас смотрим Знаешь как будто трава Угу Что достанется Что тут вообще произошло? Не целевая рыба Две семьсот сорок Ну трешка Трешечка Все, пускай Как хочешь Хочешь, отпустим Ну, судаков собирались коптить? Да Смотри сам Ну, такая щучка Ребят Ну нормальная Ребят Реанимация Щуки Щука Реанимируешься Потихонечку Потихонечку Не кровит вроде нормально все у нее Пока такая, что-то тяжелая она О, смотри На подмогу На подмогу Пришла Рыбка Все Должна выйти Подлечик всплыл Да На свет Ну смотри Служниками начинает уже шевелить Подруга Туда-сюда Туда-сюда Делаешь И Вентиляция Жабр Происходит Что-то она вообще в шаках Да? Угу На котлеты хочет Хо-хо-хо Что? Дергается Начинает Что хочешь, Серег? Серега, говорит Тоже долго там Реанимировали Щуку Не Смотрю Давайте посмотрим Вот она Как? Ну нормально Темна нет Нормально Отпустили щучку взвесили до 740 я даже вообще не понял канал клюнуло показалось что ли сейчас начал забагрил с травой там с куском сейчас приманка секретно секретная чем непонятно клюнуло вообще не бойкая еще и ушла вял сопля да какая-то и особую не мучили там даже не фоткались кружка прикольно стоит она заваливается да а ну да и тут суета какая-то у меня кофе остыло вообще еще кружка наливать мажайка мне не дается это не мой водоем видимо то макс водоем то что у все в рыбу клюет о пачки не кафед а вот что-то ушли мы на мелководье какой-то да небольшой да по щука что они сюда туда хорош смотри у прям вообще суши я думал меньше вау фига себе а я думал поменьше думал поменьше прикольный аккуратно дать так сказать копченый слушанные он сидит прям аккуратно может уйти отчет пацаны ну рукой садишь я думаю да без поклевки подвис красавчик у хорошего чудо двушка есть как думал ну около да вот как в прошлый раз макс ловил на арбузик ров я думаю да есть ну да и здесь мы ну да и пушка даже поболее двушка две сто две сто шестьдесят две сто шестьдесят суши но выглядел как килог на ну то есть я кинул думал там небольшая рыбка вот такая ребят рыба сейчас будем отпускать но за кадром ну ладно что заберем на копчу опять развернулся подожди где он вот один строн не 11 вот . вот один вот стоят так очередная рыбка суши нашли на четырех метрах да и много судака знали да прям реально много вроде хорошее побольше ушел подел как-то не просек я его значит но побольше добыл побольше да слушайте уже получше ребят пускай плывет такой троник в пальце мне все нормально он прям видимо не пробил я его ну как-то да не получилось подсечка мне все еще развязалась короче ребят на пяти метрах стоит сюда и его он прям в количестве и мы еще будем пробовать человек прикольно а вот здесь плавали 8688 я вас это он там 0 ям какая ну туда и пойдем там и по русскому я может где вот она вот-вот-вот что-то он там развернулся немного брус тяжелый четенько вот это Короче, тогда пока кофе налию, будешь кофе? Не вкусно. Третьи сутки в пути, слышь, судак, погоди, судак, ботяня, ботяня, судак. Стой. Субтитры сделал DimaTorzok Убил? Да. Убилки. Увидели и поймали. Такой тоже, да? Хороший. Да, да, он какой-то, может это все лещи реально, слушай, Макс, ну вот они какие-то все широкие или они может стоят как-то не так, короче. Фиг знает. Стоять. Слушай, я его даже, а, не пробил. Ну, этот поменьше, где-то полторашечка, наверное. Ну, такая, уверенно, полторах. Да. Да. Ну, извесим прям, интересно. Хе-хе-хе. Растянуть ледочки. Будем ввести статистику по судакам. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Вот такая у нас сумка есть. Хоп. Это наш лайв. Потому что у нас подписчики делятся на два лагеря. Лагеря, да. Одни говорят, зачем отпускаете, вторые говорят, красавчики, что-то отпускаете. Так что... Мы мечемся, мы мечемся. Мы тем и тем. Нет, мы крупную рыбу, всю крупную рыбу, от трех килограмм мы отпускаем. Просто она пока не... От трех было сегодня от двух. От трех было всегда. Всегда от трех было. Да нет, ну, два с половиной даже жалко. Ну, два, а два с половиной. Ну, давай от двух с половиной. А тот у нас сколько было? Два? Два. Два ровно? Ну, там что-то 200, по-моему, что-то. Два, 200. Такой так. Триста грамм ему не хватило. Одной плотвички ему не хватило. Чтобы это... Так, я тут весь в этом свете. Короче, ну, от двух с половиной, от двух семьсот вот так отпускаем. Судаков уже. Вот, наверное, тот, который ушел, он как раз был, наверное, два семьсот, два восемьсот, но скорее всего бы его отпустили. Потому что уже такая крупная рыба. И у нас лайв, он такой специальный, то есть, большая рыба у него не влазит. Если... Ну, мы даже... В принципе, его некуда нам его класть. В лодку как-то он просто все испачкает, поэтому крупную рыбу отпускаем. Да и пусть она растет и размножается. Ну, там, понимаешь, там не вонючка. Он такой стоит. Да, да, да. Он такой стоит. Шел еще на приманку. Да, как-то все хорошо. Ну, вот эта вот приманка. Тут с Клахома, да? Да, релакс. Ну, с золотистыми блестками, да. Ну, мне кажется, тут любой бы подошел. Да. Он прям как-то... Слушай, ну, их прям они какие-то тоньше как будто. Как будто реально это не лещ. Ну, точнее, не судак некоторый стоит. То есть, ну, не знаю. Он прям тоненький такой. Да. Ладно, полазим еще. Посмотрим. Еще поэкспериментируем. Ну, он прям сразу клюнул, да? Там даже не думая. Упал. Ой, кидал, бля. Ну, вот судачок. Давай догони. Вон, на вушку. Давай, давай. Я его задел. Есть! Тихо, 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 тихо. Я его задел сначала. Нормальный судак. Сейчас, секунду. Опа. Ух ты, ух ты, ух ты, что творит? Опачка. Ха-ха-ха. Я его по хвосту сначала дал. Да? Да. Так, кстати, под жопу. Получилось. Ну, так, о, отцепился, по-моему. Да, отцепился, кстати. Ну, ребята, у нас время уже где-то второй час. Или третий уже идет. Наверное, уже третий. Потеряли счет времени. И... Сколько? Четвертый судак? О, на зелененький? Нифига себе, прикольно. Да? На русский зеленый. Смотрите. Ну, у нас, знаете, такое есть предположение, что... Хоть на сосиску. Хоть на сосиску, если он как бы активный, он клюнет. Если ему ничего не надо, вот мы до этого сейчас кидали судака раз 15, ему пофигу. Думаю, ну, плывет следующий, давай в этого и вот с первой проводки. Вот такой. Оп. Секундочку, подожди. Света уберем немножко. Вот такой вот судачок красавчик. Хороший. Тепленький такой. Ну, конечно. Это страшно. Напил... Оп, 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 op, оп, 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 стой, стой, стой. вот. Там, прям судак был. Роза. А ты крупный. Это было лишнее. Ладно, смотрим. Не, нормально, мы даже шли за ним. Так, у нас сейчас поиски. Погоня. Погоня. Недоброс. Блин, этот прикольный судак. Нет, на меня. Да, вот он. О-о-о. 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 Хорошо. О-о-о. О-о-о. Вот это работа. Вот это слаженно получилось. Слушай. 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 О, что там? Что там? Там нормально. Там хороший судачок. Слушай. Хороший судачок. Слушай. Где ты, родной? Ой-ой-ой. Чуть подзатяню. Ой-ой-ой. Да, это хорошенький. Тихо-тихо-тихо. Неудобно. Опачка. О-о-о. Давай. Одной рукой неудобно. Да, держу-держу-держу. Так. Красавчик. Поздравляю нас. Слаженная работа, ребят. Сейчас было вообще. Так. Сейчас покажем. Сулака. Опа. Опачки. Вернем его. Красиво. Вот такой судак. О, ну это прям прикольный. 2,700, я думаю. Вот такой вот. Ну, трендель, да, наверное, 2,700? Давай проверим. Давай. Давай. Оп. Проверим. Врут. Врут. В наши глазомеры. 2,400? Ну нет, что тут. Ну фиг знает. Ну, кажется, да, кого-то больше. Все, еще раз. Сброшу, подожди. Ноль. Верецу там придерживаешь, чтобы не отпускать. Да. Не, ну если... Не, вот. 2,590. 2,600. 2,600. Ну, обещали отпустить. Да? Ну давай отпустим. Давай. Давай с этой стороны. Хоп. Вот такой. Вот это у парня. Он вообще не церемонился просто. Он, знаешь, подумал, у меня не будет второго шанса пошел. Хорош. Вообще нормально. Что, уволим дальше? Ну, 2,500 же, да? 2,500. 900 грамм. 900 грамм его спасло. Спасло, да. Слушай, ну слаженная прям работа у нас получилась. Короче, ребят, рассказываем. На 20 где-то метрах. Раньше, сначала увидели на 15. Начали кидать. Я увидел хороший силуэт. Потом он превратился в такую плюшку. То есть развернулся. Потом он как поструячил, когда мы начали у него забрасывать, и начал уходить где-то уже там 20-23. Макс говорит, все, надо за ним. Макс, короче, тут ротатором крутит, электромотором подруливает. За ним идет. Я прям кидаю в него четко. И где-то с третьего попадания прям бам-бам на голову кинул и сразу прям поклевка. Он даже не шел. Он просто сразу глянул. Короче, сложная работа получилась. Косичка. Придется вас заменить тогда. Так, у нас уже пятый час, ребят. Я вижу, но он уже на дне. Ух! Ух! Ну да, вроде. Да, снимала. Прекрасно, прекрасно. У нас утро. И судачок. Какой-то... Какой? Ненормальный? О, тепленький. Тепленький. Тепленький судачок. 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 Пяти... Пятиутренний. На... Этот... Релакс. Да. Опять взял. Товарищ. Аккуратно клюнул. Не буду так делать. В порядке. Все отлично. Опачки. Ну что? Сегодня отличная рыбалка, я так понимаю. Прекрасно, да. Отличный судак. Уже сумку не поднять. Ой! Тут же еще столько рыбы было, а вы не видели. Мы же половины не снимаем. У нас таких четыре сумки. Уже не лезут. Не лезут. Уже не лезут. Еще лезут. Еще все нормально. Я не убирал бы, часто слишком приходится доставать. Не-не, уберу пока. Не будем портить традиции. Поверху шел. Поверху шел. Угу. Ну вот тут где-то. Подкинули и все красиво было. Утряночка. Рассвет. Вот такая красота. Угу. Да, решили сменить локацию, где всю ночь провели. Что-то так уже поднадоел там стоять. И спустились поглубже в русло. И вот как бы первая постановка. И вон судак еще ползет. То ли лещ. То ли лещ. То ли лещ. То ли лещ. Интересное место. Тут видимо речка впадает. Заливчик. А мы должны были вот туда пойти. Вот по тот берег. Да. Да. Я вот. Решил. В начале глубины достали. Рыбка. Да нет, лещ. Пролагаю пройтись. Что ты думаешь это лещ? Нет? Ну смотри сколько его тут. Какой грязь. Так. Идет, да? Угу. Идет, идет, идет. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Парень. А вот это было лишнее. А вот это было лишнее. Да. Чего он идет? Дергать то не надо. Возле водки можно. Да вдруг кленул бы. Да кто там. Тебе сам Волынкин говорил. Не дергай. Да пофиг. Смотри. Не дергай. Так. Короче с утра начались, сменили локацию. И рыбка тут. Вот он. Смотрите. Судачок. Судачок. Друзья, плаваем уже за судаком минут, наверное, 40. Вообще не голодно. Вот такой вот судачок. Где-то метр. Он где-то метр. Килограмм 5-6, наверное. Ну вот мы уже 40 минут его кидаем в него. 40 минут. Вообще не знаю сколько за ним проплыли. Он куда-то плывет. Куда они? Не вижу. Не. Лена, в один раз ты пошел. В один раз ты пошел. Заметь, у нас с утра... О, прикольно. О, ну давай, давай. Не, он от меня сбегает. Вот, давай. Он все. Ну. Вот они все так делают. Они все его так делают. Кроме того. Тут падла вообще. У этих, кстати, больших. Да. Да это не сняли. Посмотри. Промахнулся-то. Он, да, отличный. Развалился судак. Развалился. Да. А от того, да. так ребят что какие дела да какие все наверное заканчивая ну заканчивая рыбалку видео не заканчивается будет кулинарная часть ролика так это не это опять так ну что сегодня по рыбалке работала как всегда раз работала нет не работала работала до вас морковочка и морковочка да вот я хочу показать морковочка 3 а и вот на этом поймали это арбузик работы зарков и все морковка называем да вот такие вот цвета у нас работали и она это было ядна это клевало и на это клевало и нам а арбузик ли вот такие цвета у нас работали ночью по рыбалке получается до 4 утра клевало колебалось где-то на метрах от пяти до семи восьми потом сместились поглубже и здесь одни подходы просто антики активные тут они прям реально они прям так стремительный тут думаю щас клюнут а там вообще не хотите да прям ползали в общем такие вот приманки работали по комплектам у нас было сегодня у так у нас у нас два версия что какие спинги у нас на этот раз одни одни и те же одни и те же блин мы этими спиннингами ловим и окуней мне еще нравится знаете чего версия у меня передний хват и вот эта передняя ручка она длинная мне прям удобно ловить я тоже теперь так ловлю удобно под твичивать удобного пиланику тяжести практически вот здесь для пилогики вообще нормальная палка получилась именно вот сколько она идет до 56 грамм но это по свинцу 1556 смотрите мой черный палец вот показывает 1556 грамм это по свинцу то есть приманку я думаю фига рыба сейчас будет небольшая волна вот по катушке у максу максончик стоит шимана наски 4000 древние но хорошие рабочие да что они делали да у меня стоит новая на iso станта 4000 до этого у меня было носки но вот решил обновить и знаете неплохая катушка получается что здесь нас ручка вкручивается 8 подшипников карбоновый ротор и передатка 5 2 ну в целом в целом вот я и ловлю уже второй раз за 2 2 2 рыбалки а забросов очень много ну бород не было у меня вот по намотке конечно есть там моментики но возможно из-за того что шнур не самый тонкий вот есть моментики по на плану на ровно без такая да без провала центре но главное это что крутить удобно но нету какой-то такой знаете вот да подождите да это прям под хвостом да сейчас с другой стороны зайдет смотри фокус фокус и судакус ты где хитрый кикаго хитрый леса такая конечно же качественно он приманочка пошла ха 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 я тут не могу подходить больше все на обратно ясно сейчас подожди в другую сторону подводка станет нет так вот и ловишь там и так ну с тобой не поймали сердцем это поймать на плюх пошел о подвернулся я потерял идет идет но сейчас но не клюнь а вот я и подсак все-таки глюнул да за хвостик взял ну такой стандарт стандартный копченый судак ой зачетный судак так вот видите сейчас мы в клыке ему залезем аккуратненько достанем ну вот ну небольшой норма на сегодня я думаю сделано да сделано да все может спокойно легко дома отправляется в лаву в лавил паноптикс надо запрещать срочно сумочка надо побольше надо да хватит побольше куда ее все ребята на этой прекрасной ноте заканчиваем короче комплекты классные приманки работают все вроде блин классная рыбалка получил слушай да офигенно нам прям понравилось мы конечно подустали вы не смотри что вы такие это сначала было нытье немного панели и рыбалка пошла классическая схема да так что друзья спасибо что были с нами эту ночь ну у нас есть конечно осадочек небольшой крупного не было ну крупного да судака не было не нашли был бы крупный по-любому отпустили но мы сегодня отпустили два пятьсот девяносто два пятьсот шестьдесят пятьсот девяносто до отпустили . и щучку отпустили . и щучку отпустили а еще куда-то и ну он сошел но я думаю тоже бы отпустили но да он был больше плану чем будем заканчивать видео спасибо что были с нами обязательно в телегу заходить пишите подожди еще сладкий сладкий момент наводируйте это же будет ну про копчение лет потом все мы коптить все в идеале конечно наверно бы лучше бы сделать шпагат и подвешивать рыбу в таком состоянии да ну шпагата у меня сейчас нету как бы не знаю насчет на крючок будет ли она висеть потому что горящего копчения на коже давайте попробуем на горя ну не знаю сейчас я попробуем ладно ну друзья вот так получилось тогда реально будет лучше потому что копчение будете вверх и все будет как раз коптится так челка давай закрываем папа папа коптить буду на альхе так ребят прошел часик чем покажу что получается смотрите такая вот рыбка она прям вообще сухенькая кайфовая про держишь она прям сухая смотрите какая рыбка все просохло все это дело закрываем так ну все выставили сто шесть градусов вот 103 уже есть вся полчасика все будет готово тут у нас тоже все уже коптится тут это закрыто это чуть приоткрыто чем уже там смотреть давайте покажем как там все идет ой поперла поперла все ну и сразу как только начали что-то коптить коршун просто второй раз копчу вот так сделал ну все включаем и вот сразу хоп стоит стоит друзья никогда не подвешивайте рыбу горячего копчения на крюки потому что она вот будет вот так у вас упала вся случилось такая рыбеха я уже хотел отведать но тут ведь он там кусок один висит от них несколько висела сейчас мы переделаем она готова да нет еще я бы еще покоптил а почему он не закоптил слушай но она не успела еще она видимо упала практически сразу перестали сейчас покажу что у нас получилось вот такая вот тема ну выглядит он аппетитно выглядит да давай вот смотри вот эту штучку тиман хочешь плавничок вкусно нежненький получился даже как будто чуть отдает какой-то курицы что ли нет прикольно ну вообще непонятно что судак ну как реально вкусно короче ребят не в этой коптилке в обычный поставил там пламя вот так дым валит на ночь клево получил тема блин такой прям течет вообще кайфовый а фуней забыли но я именно хотел судака заморочиться зато смотри а у меня бы не влезло больше зачем мы трешку это отпустили кстати сколько мы там 9 килограмм до судака общий улов был до 9 половину 9 даже норму не сделали получается ночью ложечку подстраховались чтобы попасть на так если у себя забрали бы из тех которые бы крюло еще поймали я думаю килограмм 15 сейчас . мочу крут прикольно научился ну он такой под картошечку макс попрощайся со своим стул на тем не баллы и ушится как в чем это не уже только там будет из другой рыбки ладно друзья на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать это видео теперь она полноценная рыбалка офигенная мы поняли что наша самая крутая рыбалка на получилось ночная на рыбах в этом сезоне точно сто процентов единственное что конечно хотелось поймать что-то больше пяти килограмм но вся крупная рыба очень какая-то капризная стала за одним и вот минут сорок на нагонялись но август самый такой тухлый месяц рыбалки так что по хищнику наверно так ну говоря да так что сентябрь разгон будет октябрь на рыбалочку сгоняем посмотрим как дела кто-то говорит что он ночью перестает типа плевать типа сейчас он будет клевать на днем вообще отлично еще лучше а то это ночная рыбалка или доехать тяжело но мы не спали да я еще перед рыбалкой там что-то поспал это как а этот прям смотри какой вообще сколько не спали мы не спали софт 30 не больше но я не спала 2 смотри с вами субботу мы выехали субботу мы выехали часов ну получается во сколько мы там проснулся 8 утра потом до 8 утра следующего дня я не спал это 24 часа и еще до вечера я не спал еще ну 12 часов грубо говоря ну чё-то тяжко тридцать шесть часов не спал по дому шарахаться думаю ну да а так когда переезд плюс постоянно движухи тяжело реально что-то я рассказывал как раз разговаривать человеком говорит стрёмная тема у него знакомый так разбились втроем не спали после рыбалки ехали ночью по двух половинах да а меня видно все отлично тема оператор отлично все все ребята подписывайтесь на каналы во всех платформах обязательно в телеграме телеграме мы там всегда онлайн вот ну идешь как мы лучше лучше всем добра поднимем